Полуторагодовала Максим заново учится держать в руке разные предметы и уже пытается рисовать. Но еще два месяца назад с ним произошел несчастный случай. Ему отсекло два пальца правой руки. Через три часа мальчик уже лежал на операционном столе. Благодаря профессионализму анестезиологов и работников операционной службы, микрохирурги смогли в кратчайшие сроки приступить к реимплантации. Время тут играет ключевую роль. Операция длилась 18 часов и проходила в два этапа. Врачам с филигранной точностью под микроскопом с 27-кратным увеличением пришлось сшивать мышцы и кровеносные сосуды малыша, а их диаметр составляет менее 1 мм. Это критичный размер для любой реконструкции. Это нужно не только увидеть, это нужно восстановить. Поэтому вся операция проходила в таком очень большом напряжении, поскольку даже элементарный вдох хирурга либо ассистента, он может разрушить все, что было сделано, поскольку это очень хрупкие структуры. Эта операция уникальная. В России подобных реимплантаций детям до полутора лет проведено не более десяти. Это связано с критичным размером сосудов, оптической техникой и профессионализмом врачей. В отделении микрохирургии областной клинической больницы проводят 1200 операций в год. Микрохирурги спасают не только сотни пальцев, но и рук, и ног. Чаще всего у взрослых. Максим их самый маленький пациент. Мы очень довольны и выражаем огромную благодарность Денису Николаевичу за то, что он все сделал. Ожидали худшего, но получилось намного лучше, чем ждали. Потому что палец был практически совсем отрублен. Удалось спасти. После реабилитации у Максима восстановлены все структуры пальца и их функции. Его ничего не беспокоит. И, по словам матери, сын уже забывает о том, что с ним произошло. О несчастном случае напоминают лишь эти шрамы. Туэна Немаева, Николай Крупченко. Новости сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok